Всем привет! Это прямой эфир Инстаграм. Сейчас кого-нибудь подождем, чтобы нам дали обратную связь и сказали, какое у нас качество. Здравствуйте! Скажите мне, пожалуйста, какое у нас качество связи с вашей стороны, картинка и звук. Мы дальше пишем эфир или перезагружаемся. Здравствуйте! 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 Отлично все! Хорошо! Верю на слово! Всем доброго времени суток! У нас сегодня стандартный эфир. Ваши вопросы, ваши сны. И мы вместе разбираемся, мои ответы. Пока вы готовите свои вопросы, свои комментарии, я вам немножко расскажу о том, как надо писать сны. Потому что сегодняшний пост и ваши комментарии меня сбили с толку. Я потом поняла, почему. Потому что много новеньких. К чему снится маленькая девочка? Сейчас я расскажу. Вы напишите еще, пожалуйста, она знакома или не знакома эта девочка. Давайте объясню вам четыре главных правила того, как надо писать свои сны, для того, чтобы вам все-таки какую-то информацию по этим снам дали. А не просто так рассказали характеристику символов. Большинство людей почему-то считают, что если они забьют где-то в гугл вот сам символ, мне приснилась там ромашка или я увидела змею, им это что-то даст. Вам это ничего не даст. Почему? Потому что у каждого символа есть много аспектов. И допустим, один и тот же символ при совокупности символов, то есть дополнительных каких-то данных, он будет разные вещи обозначать. Например, та же самая змея, которая очень часто всем снится, это символ, который входит в топ символов Соника. Если взять, допустим, статистику Яндекс, то за один месяц символ змея снится 12 миллионам человек русскоязычного интернета. И это тех, которые все-таки искали какую-то информацию в Сонике. Но если вы просто прочитаете, что значит символ змеи, вам это ничего не даст, потому что змея может означать ваши страхи, змея может означать врага, и змея может означать ваши побудительные мотивы, которые указывают на то, что у вас просыпаются какие-то латентные способности. Здесь множество аспектов символа. Поэтому, когда вы пишете ваши сны, вам обязательно надо хотя бы 4 вещи тезисно указать. Где был сюжет сна, вот атмосфера сна, потому что она будет указывать на сферу жизни, которая касается этот сон. Вам надо обязательно указать, какие были персонажи сна, потому что все люди, которых вы увидели, даже если это были незнакомые люди, либо какая-то фантасмагория, там бывшее, прошлое, неизвестное, будущее, да, ну люди из будущего, это все персонажи людей, которые так или иначе будут фигурировать в ситуации, которую вы увидели во сне. Дальше вам надо обязательно ваши ощущения рассказать во сне, потому что даже если вы, я люблю это повторять, если вы не можете понять, что вам там наснилось, первое, на что надо обязательно обратить внимание, что вы ощущали в таком сне, потому что все ощущения, они повторятся в точности, практически в точности, когда будет реализовано событие, которое вы увидели во сне. Вот символы событий, они могут, события могут быть зашифрованы в символы, а эмоции не шифруются в символы, поэтому на ощущения обязательно обращайте внимание. И четвертая важная вещь, чем закончился ваш сон, потому что иногда может присниться кошмар, но вот маленькая концовочка, финал, чем все закончилось, оно может расставить все точки нады. Вам уже падать в обморок от того, что вас ждет, или все хорошо закончится, это очень важно, потому что иногда может быть прекрасный сон, а в результате ноль, зеро, ну понимаете, события так и не наступят. Вот эта подготовка может быть какая-то, ваше ощущение, что вот-вот-вот получается, но в результате это ничего не даст, поэтому обязательно, чем все закончилось. Забрала белого тигренка из зоопарка домой. Ну, я думаю, что мой вопрос, допустим, о том, что вы связаны с какими-то тиграми, либо зоопарком, он отпадает, потому что если это так, этот сон можете вообще не расшифровывать. По поводу белого тигренка, я так понимаю, что тигренок, это значит, что молодое, юное животное, потому что все животные, они указывают на каких-то людей, они характеризуют людей. То есть это некая черта характера, либо поведение человека в определенной ситуации, при определенных обстоятельствах. Вы знаете, как говорят, зверь проснулся, но это может быть в хорошем смысле, потому что какой-то человек, вот злой человек, который, ну, завистливые люди, например, они очень часто снятся как змеи, особенно женщины, потому что змея женского рода в русском языке. Вот то же самое, змея – это женщина, да, а питон – это мужчина. Ну, вот то же самое, мы говорим про тигренка, это молодое животное. Здесь то же самое указание на то, что это ребенок, характеристика какого-то ребенка. То, что он белый – это ребенок, который для вас несет эмоциональную радость. То, что вы забрали его из зоопарка, может указывать на то, что какой-то ребенок в вашей жизни, вы видите, что вот зоопарк, да, это характеристика круга, в котором находится этот ребенок, где ему плохо. Так вы его оттуда заберете. Так. Я вижу сон, но он, наверное, не весь. Так, снилось, как зашла в белый и светлый лифт, красивый. Он начал быстро ехать вверх. Цифры на табло быстро показывали этажи. Я вышла на шестом этаже. Этажи – это про период, слушайте, как синхронно. У нас только что был второй эфир вебинара «Символа времени». Все правильно. Этажи указывают на периоды времени. Шестерка. Если вот он ехал быстро, да, это, во-первых, то указывает на то, что какие-то события будут быстро происходить. Неожиданно, скорее всего, для вас. А шестерка может указывать все-таки на июнь. На июнь. Вот то, что он там остановился, да. А то, что вверх – это благоприятное обстоятельство для вас изменится. Хороший сон. Так, слушайте. На что-то я тут нажала. Дальше поехали. Гнилое дерево упало на мою машину. Это плохой сон, и это сон предупреждения, потому что машина всегда указывает на обстоятельства личной жизни. То, что дерево гнилое, дерево – это, как правило, характеристика все-таки человека. Но в вашем случае это такая совокупность символов, от чего вы пострадаете. Гнилое – это значит больное. Я могу только предположить, потому что все-таки его очень коротко написали. Либо это человек, который в вашем окружении, близкий кто-то, с которым связана ваша судьба, ваша жизнь, какие-то обстоятельства в вашей жизни. Вот он больной, и, к сожалению, скоро что-то произойдет. Когда падают деревья, вот это выражение – человек упал. Это могут быть разные обстоятельства, но они негативные. В общем, из-за того, что произойдет с этим человеком, вы и так же пострадаете. Так что будьте аккуратны. Хорошо бы, конечно, вам определить, кто это, и по возможности все-таки не попадать в такие же обстоятельства. Вот то же самое, символы времени здесь можно было бы найти, когда это событие произойдет. Но это вам надо нормально написать сон. Это такая личная характеристика временных показателей. Вот что вы видели еще во сне. Потому что если у вас там были указания на время, то можно просто это обстоятельство эти попытаться хотя бы обойти. И тоже вы не написали – упало дерево, а дальше что было? Вы могли спастись. Машина могла полностью быть там, ну как сказать, в негодность прийти. То есть ее там просто раздавило. Вот я же с самого начала эфира попросила, что обязательно пишите концовку. Потому что я вам объясняю сон. Но самое главное – чем закончилось? Потому что обстоятельства однозначно негативные. Но чем они закончатся для вас? Надо что-то предпринимать или нет? Так, что у меня тут? Идти мимо подъезда в многоэтажки. Подъезды – это что? Года, месяца? Подъезды – это, скорее всего, месяц. Это вы тоже с вебинара, символов времени. И еще обратите внимание, быстро вы шли или нет. И вы считали их или нет. Потому что это может быть не просто указание на месяц, а на период. То есть через сколько месяца? Прошли два подъезда – через два месяца. Ну вот это будет синхронность. С символом времени. Так, едем дальше. Как сделать, чтобы приснился сон? Ну и какой хороший вопрос. Чем мы тут занимаемся на проекте? Чем этот проект так знаменит? Он же такой один во всем русскоязычном интернете. Насколько я знаю, мне сказали специалисты Яндекс, во всем мире такого нет. Чем мы здесь занимаемся? Мы учимся практиковать осознанные сны. Есть на сайте информация. У нас сейчас в сторис есть ссылки с переходами на сайт. Именно на странице, где есть правила снов. Там все написано. Есть правила снов. Просто прочитайте их и используйте аффирмации. Если у вас фокусировка настроится, внимание, то есть не надо просто так смотреть сны. Надо обязательно иметь якорь во снах. То есть у вас должна быть такая четкая практическая цель, что вы хотите увидеть или сделать во сне. Вы хотите, допустим, узнать что-то для себя, о ком-то, войти в чужой сон. Разные практики есть. Вот чем больше такой практики, тем у вас становится более устойчивая способность видеть во снах и получать информацию. И это легко. Я не знаю, это для того, кто впервые попадает на проект, там какая-то мистика, а потом через месяц так привыкают, что начинают требовать больше и больше. Это все легко нарабатывается с практикой. Во снах все легко видеть, потому что во снах самая чистая информация. Когда мы осознанно все воспринимаем, то есть в нашем мире повседневности у нас очень много вот этих поправочных коэффициентов эмоциональных. У нас есть информационный шум. Мы постоянно за что-то беспокоимся. Когда мы отключаемся от внешних источников, то мы очень легко, очень легко воспринимаем чистую информацию. А если у нас есть фокус внимания, то мы информацию о конкретном чем-то воспринимаем. Так что просто пользуйтесь аффирмациями и почитайте обязательно перед тем, какими пользоваться, правила снов, для того, чтобы у вас было больше шансов запомнить сон. Это же самое интересное. Не просто его увидеть и запомнить. Выпадение всех зубов без крови. У нас в нашем актуальном, то есть это шапка профиля, и там есть такие пиктограммы, круглые кружочки. Есть канал. Вот канал нашего аккаунта. AGVC. Вот на этом канале есть видео про зубы. То, что вы написали, тоже можно отнести как характеристика символики сна. А надо подробно весон. Вы послушайте этот эфир про зубы, вы найдете там для себя информацию, почему именно вам приснилось. Потому что там тоже много аспектов символа, и они становятся понятны тогда, когда вы вспоминаете, что вам еще дополнительно снилось. Расскажите про спиртное во сне. Сегодня приснилось, что сестра налила себе им невиски с колой. Спиртное во сне. Ну, есть, тут надо разделить два понятия. Пьяный, да, и спиртное. То есть, видеть спиртное и пить, но не пьянеть. Потому что пьяный – это другая символика. А вот то, что само спиртное, надо обращать внимание на напиток. Потому что тоже разные характеристики у каждого напитка. Виски – это, будем так считать, благородный, но мужской напиток. Любое спиртное во снах, оно всегда указывает на то, что будут какие-то обстоятельства, которые повлияют на вас, и у вас будут эмоции, которые вы перестанете на какой-то момент контролировать. Потому что вам будет хорошо, но вы перестанете контролировать то, что происходит. Вот то же самое здесь указание на то, что вы с сестрой окажетесь в таких обстоятельствах, либо что-то будете делать, когда из-за такой эйфории приятной, просто, как скажем, потеряете контроль над своими действиями. И тоже надо учитывать, что у вас там еще у вас не было, и чем это закончилось. Часы без стрелок чему на руке у любимого? Расскажу, что такое часы без стрелок. Если вы видите, что нет стрелок, то есть не показано время, это значит, что какое-то событие, оно либо прекратило вообще, либо временно свое движение. То есть нет времени события. Если они были на руке у конкретного человека, и этот сон видели вы, это, скорее всего, говорит о том, что у вас может на какой-то период, допустим, прекратить сообщение. Но там тоже чем закончилось. Потому что иногда бывают в виде, что нет стрелок, потом они появляются, либо что-то часами происходит, и это может указывать на окончательный разрыв в отношениях, вот что-то такое. Но если нет стрелок, это значит, нет времени события. Если нет времени события, вот в вашем случае это может указывать на то, что у вас прекратится общение. Временно или совсем. К чему один и тот же сон несколько дней? Ну, я думаю, что точного повтора у вас не было. У вас мог сюжет какой-то повторяться. Повторяющиеся сны люди видят в том случае, если у них в жизни происходит вот точно такое же синхронное повторение, какой-то ситуации. Это называется день сурка. То есть, когда они реагируют на какое-то обстоятельство в своей жизни одинаково, и результат получается тот же. И вот человек понимает, что, как правило, это не очень приятные сны, либо это тревожные сны. Вот когда человек за что-то беспокоится. И если вам такое снится, это указывает на то, что вы не можете выйти из какой-то ситуации. То есть, она повторяется, и вам кажется, что нет выхода. Ну, вот одно и то же, но вам плохо. Примерно так. Но там уже надо смотреть по сюжету, что именно. Спасибо. На здоровье. Так, что я тут опять нажала? Приснилось, что разбилась кружка. Но потом, смотрю, появился второй кусок, то есть новая кружка. Ничего не поняла. Разбилась кружка, а потом появился кусок. Кусок – это же не целая кружка. Откуда новая кружка появилась? Когда у нас разбиваются какие-то предметы, вот имеется в виду сосуды, да, емкости, которые, особенно те, из которых мы пьем, это значит какие-то неоправданные надежды. Я не четко поняла, что вы написали. Ну, допустим, если я предположу, что у вас разбилась кружка, откололся кусок, а потом появился другой кусок, встал на место того, и кружка стала целой. Это значит, что в той интерпретации, как вы ждете, что-то, ну, оно не реализуется. Но оно реализуется по-другому при истечении других обстоятельств. Возможно, так. Но вы просто маловато написали, мало дали информации. Так, что у нас еще? К чему снится, если вас не лошадь кусает? То же самое. Написали мало. Мало информации. Давайте буду предполагать, а вы уже попробуйте приладить. Вот еще раз обращаю внимание тех, кто на новенького в аккаунте, кто пишет свои сны. Ну, есть такое понятие, выражение. Какой вопрос, такой ответ. Если вы мне написали не весь сюжет сна, а только, допустим, вырвали какой-то фрагмент, который вам показался интересным, я вам этот фрагмент и объясню. Но если там во сне еще был сюжет какой-то, информация, которую я вам написала, может поменяться с точностью до наоборот. Надо хотя бы тезис написать весь сон. Потому что, ну, могу предположить, что вы, например, что-то упускаете из вида, да? А я это вижу, ну, я вам рассказываю всю картину. Вот здесь тоже смотрите, к чему снится, если во сне лошадь кусает. Кто во сне был еще? Это касается вас одной или другого человека. Потому что очень часто кони-лошадь, да, они снятся, они могут указывать на сферу личных отношений и на сферу деловых, рабочих отношений. Если были только вы и лошадь, это значит, что на работе будут какие-то проблемы. Скорее всего, они связаны будут с тем, что, ну, возможно, будут какие-то нападки со стороны коллег. Здесь я могу только предположить, потому что этой информации мало для того, чтобы больше описать ситуацию, охарактеризовать. Я даже не могу определить, к какой сфере жизни, вот потому что вы написали. Снился бывший муж, будто вернулся, бросил нынешнюю семью и вернулся. Я в недоумении не хотела этого. Часто мне снится, что бывший вернулся. Почему так происходит? Очень часто людям снятся бывшие. У нас есть много эфиров, даже ни один, ни два, где я очень подробно рассказываю о символах бывших. Все люди, которые были в нашем прошлом, оставили для нас эмоциональную память. И когда наше подсознание собирает картинку сна, оно использует элементы вашей памяти. Поэтому большинство символов снов, они являются вашими личными, индивидуальными. Здесь у меня к вам может быть дополнительный вопрос, что вы его вспоминаете. Либо у вас есть какая-то эмоциональная привязка к тем событиям, которые были раньше, которые с вами произошли. И вы делаете какое-то сравнение. Это сравнение базируется на вашем воспоминании о том, что у вас было с этим человеком. В таком случае тут нечего разгадывать. Это просто повтор мысли. Если вы вообще о нем не думаете, если у вас, допустим, сейчас там своя семья, и все наладилось, и он вам снится, то бывшие могут сниться еще в том случае, если у вас появляется ощущение, что что-то из прошлого повторяется. В вашем сюжете сна, вот то, что он уходит от своей семьи и к вам возвращается, больше похоже на то, что, допустим, вы могли бы так думать. Ну, какие-то мысли появляются. Потому что если бы действительно вы увидели сон, который говорил о том, что он бросит семью и вернется, то это было бы зашифровано в символах. Прямая информация обычно не повторяется точь-в-точь в жизни. Поэтому здесь из трех вариантов два, в которых указание на то, что просто ваше эмоциональное воспоминание, либо какие-то мысли, которые вы иногда допускаете. Может быть, даже ненамеренно, вскользь, эмоционально что-то всплывает такое. Поэтому я вам советую не обращать внимания на такие сны. События зашифрованы в символах. Прямая информация, вот такая, как в вашем сне, она не повторяется точь-в-точь. Поэтому бесполезно такой сон расшифровывать. У нас наше время эфира заканчивается. У нас просто параллельно еще идет вебинар «Время во снах». Поэтому мне не удается часто выходить в эфир здесь. Но как только он закончится, буду почаще появляться. Я еще буду заглядывать в те комментарии, которые вы к нашему посту написали. Я много там разобрала. Много тоже там есть дополнительных вопросов. Я уж не знаю, понимают, что я спрашиваю или нет. Потому что если кто на новенького и вообще не в теме о толкованиях снов, либо о практике снов, то они, может быть, и не понимают, что я у них спрашиваю. Но я как бы делаю свое дело. То, как я считаю правильным. Для того, чтобы все-таки вам это объяснять. Я всем была сегодня рада. До встречи в следующем эфире. Всем пока, ваша Виктория. До встречи в следующем эфире.